Вот морской порт Суфума, уже закрытый. Корабли подошли. Вышли на пирс, сегодня, к сожалению, дождь, поэтому теплоход не ходит. Попробуем завтра. А вот дальний берег, вот сам Суфум открывается и маяк. Маяк где-то вот там, а вон он даже виден, но вряд ли отсюда с такого приближения видно будет, но мы на него сейчас ездим. А вот сам Суфума, там брехаловка любимая, кофе. Погода нелетная, дождь идет, поэтому сегодня единственное, что делаем, это гуляем под дождем и любуемся красотой. горы, море, кайф. Вот, это не парк такой, это обычные развительные полосы международные. А рядом вот такой вот дом, который немножко побило войной. Вот, старый дом правительства, по-моему, до 93-го года, это граждан Авгазской войны. Здесь не предполагалось правительство. До сих пор так ничего не произошло, ничего не переночировали, можно зайти. Можно зайти внутрь, можно фотографировать внутренне, там на каком-то этаже это перекрыто, не пускают. Вот тот постамент, который был, насколько я понимаю, это постамент с Теовороссий-Ленина. А вот так выглядит плосик перед ним. Вот так выглядит центральный пляж Сухума. Сегодня немножко штормит, поэтому мы приехали на центральный пляж, именно мокрый, это песчаный пляж, весь галичный. Тут волны бывают, а посильнее, сейчас что-то подзатихло немножко, ветерок чувствуется, есть купающийся, правда, немного. Но вот так выглядит сам пляж. Ждем хорошей погоды, может быть, выберемся на мокрый, где песчаный пляж, чистый песок, и попробуем покупаться там второй день, и так в воду не залезли. Алисончик на детской площадке, вот мы прям под боком, здесь до воды может быть метров двадцать. Вот такие сделаны тут палатки из пальмовых веток. Блин, флорец классный. Хочется все это испытать побыстрее, но пока так и не добрались. Сухуми, третий день пасмурно, накрапываю дождик, поэтому мы приехали сегодня на Кандыкские горячие источники. Вот гейзер. Они разные температуры все, по крайней мере, как говорят, мы только приехали. Конкретно вот этот источник градусов 45-50, поэтому в него обманаться не будем. Решили уж в море не поплавать, так вот здесь. Оказывается, изначально мы не туда пришли немножко. Вот горячие источники, пятибидромассаж. Все бассейны с разной температурой. Каждый отдельный бассейн и совой температурой отбираются к более холодному. Можно постоять со струей, посещение безлимитно, сколько угодно можно здесь посидеть, суммарно человека 300 рублей. Там дальше отдали еще бассейн различного. На улице к углачке градусов, но все источники намного горячее. На четвертый день наконец-то выглянуло солнышко, добрались на пляж Ви Ай Пи Чмокка. Песчаный пляж, абсолютно песок везде, никакой гальки. Вот такие вот теневые навесы. Есть грибочки. Переходят из пляжа Айдар сюда. Есть бар. Какие-то напитки холодные, проще, проще, проще. Волна очень маленькая, сегодня нету голубое-голубое. Прямо прелестное. Ну, будем пробовать. Накупались на море, все два с половиной. Плескались, где-то периодически ходят тучки. Поехали на Ольгинские водопады. Пока ехали, увидели вот такой вот мостик, не могли естественно проехать мимо. Перека, если память не изменяет, называется Мучара. Гуль какой-то там район. Название, естественно, не запомнил. Вот такие домики в горах, прям мечта-мечта. И вот на реках, внизу коровки пасутся. Красота. По сути, только-только свернули от основной трассы, которая грузинская дорога идет на Грузию. И вот выехали вот на такую красоту. Просто шикарно. Не зря остановились. Подозреваю, что здесь есть рыбка. Периодически ехали мимо нас рыбаки какие-то. Но ловить мы сегодня уже точно ничего не будем. Нам и до водопада лучше добраться. Приехали на Ольгинские водопады. Пока только начало. Вот от стоянки немножко отошли. Красота, конечно, потрясающая. Хотя скользко, мостик такой. Сделан на «Отвалишь» называется. Ну и впереди у нас идет очень интересное действие. Какой-то глубокий озерец здесь небольшой. Вон люди куда-то вниз спускаются. И все это высоко-высоко в горах. Блин, смотрите, конечно, потрясающе. Дашли в итоге до каких-то пещер. Размоток водой вот впереди у нас. Скалы, конечно, потрясающие. Гора потрясающая. И вот неразмотка пещеры. Не знаю, как будет на видео, или не будет. И дорога ходит дальше вперед, 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 вперед. Судя по тому склону, там еще какой-то большой водопад должен быть, по идее. Вот дашли до основного водопада. Я не знаю, слышно меня будет или не слышно. Потому что очень громко возникает здесь все. Тут скала такая возникает. Ай, не могу лишнять до конца. И вода уходит вот туда. Куда мы еще не дошли, но без этого входим. Красота, конечно, потрясающая. Просто не передать. Я думаю, картинка не передаст. Всего того, что здесь вокруг. Просто словами это не описать. Только ради этого одного можно было ехать. Дошли до низа. Попробую заснять все, что видно. У нас будет славно. Дальше все туда уходит. Но туда мы уже не пройдем. Там он по воде, и тебя мы разутаем. Вода, конечно, ледяная. Мы смотрим тут потрясающе. Приехали на Черниговские водопады. Ну, пока что снимаю отсюда. Прям слишком цивилизованное место. Все облагорожено, все красиво. Прям так, как я не люблю. Везде столики. Здесь и кушают. Кушают здесь дорого. И говорят, что здесь не вкусно. Нас все предупрежали, что здесь не вкусно все. Но сами не пробовали. Пойдем попробуем погулять. Мне ольвинские водопады пока понравились больше. Все та же Черниговка. Вот прошли какой-то рьяк об ущелье. Везде все цивилизованное. Ну, не знаю, я не особо люблю цивилизованное. Конечно, красиво. Вода, конечно, подтекает. Но как-то течет она. Ей тут все промыто. Все аккуратненькие дорожки. Там, где мы с Ливой Леги спотыкались об камни и падали, было намного, по мне, приятнее. А здесь, ну, скалы красивые, здоровские. Но цивилизацию я не особо люблю. Сейчас пойдем дальше. Еще поснимаем. Вот тоже водопад, конечно, здорово смотрится. Облагородили. Сделали кратяло. И пойдем вот на ту соборовую площадку, посмотрим, что там интересного. Ну, и все с нами уже в Черниговке. Олейцы с Настей дальше не пошли, поэтому, видимо, что пришли для них. Наконец-то закончилась цивилизация. Пошли горные тропы вот такие вот. И скакать, соответственно, надо по ним. Это хорошо, что они не пошли. Ну, а здесь обычные пороги. Пока что идут скалы и пороги, скалы и пороги. Сейчас пройдут дальше, смотрим, что там интересного. Ну, пока что идут вот такие вот там впереди. Небольшой разлимчик. И предстоит вот такая вот тропинка горная. Попробую пройти, но его сюда особо больше не переходит. Но ради интересного ради этого не хватит. Хотя, что не понимаешь, что там интереснее. Ну, как я и думал, ни черта интересного там нет. Вот люди зашли, спустились снизу. Здесь попрыгали по водичке, чтобы по-другому не пройти. И идут уже обратно. Фотографируемся, идут обратно. Ничего больше там нет интересного. Есть одна тропинка, вот эта вот вперед вверх поднимается. Но, боюсь, я по ней при всем желании не поднимусь. Тут надо хотя бы веревку впустить, когда хоть какие-то шансы будут. Туристу здесь уже практически не осталось. Вот три человека впереди. И, в принципе, все. Человек 10 позади. В общем, процентов 95, наверное, отсеялось там, где закончилась цивилизация. Ну, откровенно говоря, здесь особо ничего интересного нет. В общем, по мне ольгинка была намного интереснее. Доехали в местечко Ачимчара. Город сам по себе основан 2522 года назад. 2522 года. Вот этот храм 8 века. В нем находятся пять мироточащих окон. Зашли, посетили, конечно. Поставили свечки. Место, конечно, потрясающее. Слово не передать. Храм сам по себе построен в 8 веке. Тут площадка-колодец. Небольшой, как парк оборудован. Внутри снимать запрещено. Но иконы там есть действительно мироточащие. Мы все еще в Ачамчары. Научился наконец-то выговаривать. Выезжаем. Пока сюда ехали, заметили очень-очень много интересных вещей. Мы решили здесь не заснять. Вот неразрушенные фонтаны. Еще раз повторю. Городу 2522 года. Везде весят баннеры. Поздравляю всех с этим. Даже не годовщины. Я не знаю, как это называть. Два с половиной века. Вот там впереди еще классные фонтаны. Сейчас, наверное, попробую подойти. И вот на побережье спалим. Красота, конечно, просто написуемая. Еще один природный гейзер по дороге на Грузию. Тут уже до границы, я так понимаю, совсем недалеко. Потому что блокпосты стоят. Гаишники стоят. Люди купаются внизу. Вниз мы не съезжали. Температуру воды не пробовал. Просто вдоль дороги. Вот на трассы идет. И вот на такой вот природный гейзер идет. И там же бассейн купаются люди. В отзывах читали, что здесь даже намного лучше, чем те грязевые ванны, которые мы до этого читали как грязевый бассейн. По дороге на Сухум. Вот такой вот памятник. Памятник женщинам. Родственникам погибших в боях 92-93 года. Вообще, что отдельно бы хотелось сказать. В Абхазии очень много разных баннеров. Очень много памятников погибшим в 92-93 годах. Здесь их постоянно вспоминают. Практически на каждом углу есть какие-то плакаты, баннеры и так далее и тому подобное. Не чита нам с нашими двумя чеченскими, украинской, сирийской и так далее и тому подобное. Компания только-только сейчас иногда появляются какие-то баннеры. Иногда по одному по два человека. Здесь мы просто не снимали в Сухуми везде и вообще по Абхазии, когда едешь, очень много таких памятников. Приехали еще к более древнему храму. Храм шестого века. Шестого! Насколько я понял из табличек, здесь сейчас находится мужской монастырь. Есть разрушенные здания, есть новая часовня какая-то стоит. Сегодня у нас такой променад по святым местам получается. Идет дождик. Сейчас посетим сам храм. Нельзя не заснять вид, который открывается от этого храма, который шестого века. Просто потрясающий простор. И вот на сам храм. С обратной стороны. Приехали на Беслетский мост. Это прямо в Узе Сухума. Вот такой каменный мост. Никаких опор и недополнительных мяч не стоит. Подойди подъед, чтоб видно было. Сейчас у меня, конечно, полез заберусь. Селиком из камней сделан. Из камней вернее. И вот такой вот чикарный вид на горы открывается. Все, в порядок сейчас загораться. Пока что тут башни стоят. Вот у нас еще одна каменная башня. Маршрут тоже не особо экскурсионный. Но несколько машин есть, несколько туристов тоже есть. Вышли здесь недвлекок, заброшенный газ. Вот мы в горах. Раньше была гидроэлектростанция. Я не помню, я когда посмотрел видео. То ли с войной разрушенной, то ли постсоветского союза заброшенной, честно говоря, я не помню. По сути, большая плотина. Да, конечно, общий вид в горах впечатляет. Вот это же самое газ поближе. Среди скал. Вот само здание газ, которое было. Вода очень грязная, потому что всю ночь бил ливень. Причем очень сильный ливень. И днем постоянно все равно идет дождь. Ну и поток, конечно, здесь. Так, чтобы все бодили. Да, экраном телефона сложно передать все, кто не поток. Приехали в место. На каждой карте называется, как красивый вид на Сухум. Вроде как это одна из самых высоких точек города. Чисто обзорная точка. По сути, Сухум с высоты птичьего полета. Здесь сделана такая интересная полуарка. Я не знаю, как это называть. Сейчас покажу. Такая вот конструкция. Понятно, тоже все разрушенные, побитые. Там красота. Там красота. Да. И вот он город Сухум. Выглянуло солнышко наконец-то. Потепляло. Сейчас думаю, может еще на пляж успеем добежать. Все-таки вырвались на озеро Элийца. Наверное, самое популярное место в Абхазии. Первая остановка, естественно, на водопад Девичьи Слезы. Здесь у нас только китовые популярные, что я думаю, все, кто были в Абхазии уже видели. Все все знают. Вот так вот со скалы стекает водичка. Повязывают ленточки. Я же лучше-то снимаю. Бзыпь! И горы. Мост через Бжип. Естественно, если уж поехали, значит, что необходимо на него зайти. Такое популярное переспечившее место. Там куча фотографируются, куча снимают видео. И вот дорога, где-то которые ехали. Ну, это не любой-то было в Абхазии, было в этих местах. Думаю, ходил по этому Москве. Приехали в Долгом озере. Народа, конечно, просто толпа. Когда приезжал до этого людей, было намного меньше. Глубину в этом озере я уже не помню. Вот это говорили. Именно что место нашел, и дни у меня здесь на камнях, где можно посмотреть. Вот какой-то видишь вот. Там толпа, чем для фотографироваться автобусов просто не нырано. В микроавтобусах, джипниках и прочее прочее прочее. Абхазии. Юг Шарский каньон. Потрясающее место. Скалы. Я даже не знаю, как это все охватить, чтобы было видно. Еще в прошлый раз, когда я проезжал, уехать не останавливался ни разу. Очень понравилось. Народ тоже пофоткаться останавливается. Вон, а что она садиста бегает? Высота, я не знаю. Здесь до конца их не видно. Но он туда еще ввысь уходит. Последний раз был на лице восемь лет назад. Людей в этом году измизали, но в сотни раз больше. Много чего изменилось уже. Все озеро уже, каких-то кадамаранов и прочее. На парковке места вообще никакого нет. Под горах снег лежит еще на местах. Я с ним еще под этим ракурсом. Тучи и облака затянули в верхушке гор, сейчас не видно, но вот если хорошо просмотреться, я не знаю, как на видео будет, ведь не видно, видны поверху альпийские луга, светлый свет такие зеленые. Вот там светит солнышко, мы в теньке стоим, а вот там уж припекает, а резко бегает, камешки бросает в озеро. Вот видны впереди альпийский луга, светлый свет. Молочный водопад наверх от озера Ильица, все-таки доехали, дорога конечно убогая, но проехать только как можно. Вперед, прощай, орули. Молочный водопад. Молочный водопад. Вперед, прощай, орули. Вперед, прощай, орули. Каждый раз мы здесь поезжаем, здесь становлюсь потрясающий вид просто У нас на даши здесь, конечно, мешают, но под этой дороги Спусканцы уже поднимались по ней Тесные скалы У нас река пробегает Приехали в Новый Афон Поначалу перед монастырем Настя предложила сходить в Анакопийскую крепость 2-12 века Мы прошли чертова знает откуда Поднимались хрен знает куда Мягче стоять не могу Вот она на вершине Она видна, сейчас попробую увеличить Вон она на вершине Вон там стены идут Навигатор ей сказал, что осталось идти всего лишь 15 минут Но как бы это стоять помягче, я в это очень слабо верю Поэтому я предпочел не ходить Но она увидела еще какую-то табличку про 3 котла и еще про что-то И сказал, пойдемте туда сходим Есть у меня сомнения, что что-нибудь интересное Но ради интереса дойдем Ну короче Анакопийская крепость, она есть вон она Выше я подниматься не буду, мне уломать Мы наконец-то добрались до Новоафонского монастыря Вот вид, который из нее открывается Вид на море шикарный Вот там внизу видны соляные пещеры А вон та крепость наверху Она видна отсюда великолепно И вот от соляных пещер наверх Навигатор Насте сказал, что мы поднимемся за 15 минут Нам этот трюк почему-то не удался Поднимались на машине Сейчас дорога проложена здесь Ну она дорогой была, она со времен Анакопийской крепости Но машины стали пускать по крайней мере Сейчас пойдем внутрь, посмотрим, что внутри В принципе я там уже был Посмотрим с Настей с Алисой, что внутри Пока что полюбуемся на море И на Анакопийскую крепость В 15 минутах отселенная пещера Вот внизу соляная пещера, прямо по центру кадра сейчас И наверху крепость Новоафонский монастырь Наау Субтитры Справа Субтитры Заходи Субтитры Поподобное Субтитры Срезались. 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 Алисоночка здесь. Вот на площадке постоянно. Площадка безлимит. 300 рублей. Играет на любую батуту. Везде где угодно. Вот такие толпы постоянно ходят за сюда. И море ночное. Погода великолепная. Просто шикардос. Но к порту подошел теплоход. И все наши планы снова пошли на смарку. В общем едем купаться на теплоходе с дельфинами. Там уж не с дельфинами. Кого найдем с тем искупаемся. В горах вон там затянуты дожди. Видно. Вот там в горах все совсем страшно. А у нас здесь просто кайф. Вон. Вон он сидит на бонзе. Вон вот приплавил. Сейчас пробуемся. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...